Всем привет! Добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с энергосберегающими лампочками, а именно светодиодными лампочками, которые поставляет нам из Китая, то есть Алиэкспресс. Взял я два варианта. Одна лампочка слева, это как бы эталонная лампочка, которая куплена в Российской Федерации, имеет вон там сертификат соответствия. И с ней мы будем сравнивать данные лампочки, в частности по потреблению мощности, которая заявлена на этих лампочках. Итак, выбрал я два варианта, которые представлены здесь. Первый вариант это для светильника в гараж, ну либо первое время для установки. Заявлено, что 38 Вт будет светить, но при покупке я понимал, что скорее всего в два раза меньше. И есть еще одна лампочка справа, она 5 Вт идет, но есть у нее вот такой вот выступ. Она включается при движении там человека, либо еще кого-то. То есть, если у вас достаточно длинные темные коридоры, хорошая лампочка, ее надо включать. Выключатели раз включили, и лампочка вас видит, и соответственно включается в тот момент, когда вы проходите этот коридор. Тем самым остаются в целости сохранности выключатели, плюс нету шума от включения и выключения. Вы не беспокоите тех, кто находится рядом с этим выключателем и не мешаете ему. Все пришло из Китая. Достаточно шло долго, около месяца. И пришло вот в таком варианте. Доставляла у нас почта России. Как видим, упаковки у нас изрядно потрепаны. Так, а вот та лампочка, она была упакована более надежно в картонную упаковку, поэтому с ней ничего не случилось. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой. Выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. И давайте смотреть, скрывать, что находится внутри. Взял я два варианта. Это теплый и холодный свет. Вот внутри упаковки находится такая-то инструкция. Каждый. Вот я открыл здесь инструкцию. Но одно достаточно. Понятно, что там будет отличаться только от цветовой температуры в кельвинах. А все остальное одинаково. Вот тут вот заявлено 38 ватт и так далее. Как включать, как сработать. Вот такая вот инструкция на английском языке. Ладно, что не на китайском. Хотя, кто не знает английский, всегда берет смартфон. Google Translate наводит на камеры на этот текст и вам переводит на тот язык, который вы знаете. Что из себя представляют лампочки? Вот они такого типа. Написано, что 52 светодиода. Вот прям на ней написано, сколько у ней. 38 ватт. При таких параметрах можно увидеть. Здесь вот охлаждающие, алюминиевые какие-то пластины. Я уже вскрывать не буду, но там провода отходят, если видите. В каждое отверстие здесь вот плохо сделали, в одно отверстие прошло. Ну, соответствующее исполнение. Вот такая вот лампочка. Ну, здесь написано, то есть, 6500 кельвинов. И давайте посмотрим вторую лампочку. Вот она. Ну, такого же плана. Здесь уже получше сделано, то есть, проводки, видите, идут в каждое отверстие. Как и задумано, вот такой вариант. Тоже вскрывать не буду, не буду высчитать 52. Воспользуемся прибором для измерения мощности. И вот такая вот лампочка. Это 5 ватт. Есть разные. Там 5, 7, 10, 15, по-моему, есть ватт. Вот такая лампочка. То есть, реагирует. Там есть два варианта на голос и второй вариант на движение. Причем лучше, если у вас лампочка находится в таком состоянии, чтобы она увидела, когда движение. Если она под каким-то углом, должна, там есть определенный угол распространения, где она видит. Поэтому надо направлять. То есть, эта лампочка у меня уже работает около года подобного типа. Никаких проблем не испытывает. То есть, включается и выключается. Эти лампочки я взял именно для гаража, чтобы там использовать. Итак, давайте сейчас попытаемся замерить мощность этих лампочек. И посмотрим, отличаются они от тех значений, которые были представлены производителем, ну и, соответственно, продавцом при площадке Алиэкспресс. Посмотрим, соответствуют ли они, соответствуют этим параметрам. Итак, давайте замерять. Сначала давайте замеряем эталон. Ну, как бы эталон. Здесь вот у нас стандартный прибор. Определение мощности потребления. Так, вот у нас лампочка загорелась. Вспоминает у нас лампочка Супра на 6 Вт. Но сразу же хочу, что эта лампочка, она работала год или два. Соответственно, возможно, могла пройти деградация самих светодиодов. Итак, у нас демонстрируется, что у нас 4,6 Вт. Сейчас потребляет дальше 224 Вольта. В розетке 50 Гц. Потребляет 63 мА. Косинус у нас 32. Дальше максимум 4,6 Вольта. Было дальше 64 мА. Максимум была сила тока. И нагрузки у нас не было. И давайте проверять лампы сами. Так, мы выкручиваем. Так называемый эталон. Так, закручиваем эту лампочку. И включаем эту лампочку, соответственно, в сеть. Итак, вот мы видим, что у нас лампочка горит. Видим, что у нас должно быть 38 Вт. Но на самом деле у нас идет 19 Вт. 225 Вольта. 50 Гц. 123 мА. 0,68 косинус. Дальше максимум, что мы видели. 19,4 Вт. Максимум сила тока 126 мА. Ну и максимум нагрузки мы не получили. И вот в данном случае видим, чему равна мощность. То есть мощность в 2 раза меньше. И судя по другой лампе, значит ждать от нее сверхъестественно не будем. Как я и предполагал при покупке, что у нас будет не больше половины, так это и произошло. Поэтому я как бы не обманулся. Но при желании можно выиграть спор на основании данных показаний. Итак, здесь мы тоже не увидели то, что должны были увидеть. А именно 38 Вт мы не видим. Максимум, что мы увидели 20 Вт. Сейчас у нас 19,7-19,8 Вт, ну 20 Вт. Дальше 225 Вт. Сейчас у нас идет 50 Гц. 128 мА потребляет. Дальше косинус. 0,67-0,68 Вт. Максимум, что мы увидели 22 Вт. Максимум, что в силе тока 132 мА. И перегрузки у нас не было. Ну и как видим, что тоже данная лампочка светит не на 38 Вт, как и предыдущая, а всего лишь наполовину. 19 Вт. Но для гаража данная лампочка падает. Поэтому я ее и взял. И давайте последнюю лампочку посмотрим. Та, которая 5 Вт должна быть. Ну, надеюсь, там не 2,5 Вт. Так, вот мы ее закрутили и подключаем. Вот у нас горит. Вот она отключилась. Да, тут еще должно быть темное помещение. Так, ну, вместо 5 Вт у нас где-то около 4 Вт, то есть 3,7 Вт, 225 Вольт, 50 Гц. Дальше 27 мА. Потребляет 0,59 косинус. Максимум, но это мы предыдущие видели. Давайте тогда сейчас поступим следующим образом. Возьмем специальную отверточку и сбросим. И заново замерим. Также видим 3,7, 3,8, то есть не 5 Вт. Дальше 225 Вольт, 50 Гц, 26 мА, 0,62 косинус, 3,8 максимум видели. 50 мА максимум силу тока. Ну и перенагрузки у нас нету, перегрузки. Так, и вот она выключилась. То есть она с периодичностью выключается там, по-моему, в 10-20 секунд. Ну, очень удобно. Итак, я вам продемонстрировал лампочки, которые поставляются с Алиэкспресс. Имеют соответствующую нагрузку, которую мы перепроверили ваттметром. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок распаковок. До следующего видео. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok